Друзья, наша сегодняшняя тема, эта тема очень актуальная, это тема измен, и также тема любовного треугольника. Эмилия Васильевна, почему мы изменяем? Аня, ну потому что есть такой миф, что любовь это такое чувство, которое длится годами, десятилетиями, веками. Это неправда, к сожалению, скажем так, что сексуальное влечение мы можем испытывать сотни раз к совершенно разным людям, но помимо каких-то наших сексуальных желаний, у нас есть еще желание, чтобы у нас были долгосрочные партнеры, да, то есть мы выбираем, у нас как бы есть разница между такими понятиями, как любовь, секс, брак, семья, а народ сваливает это все в одну кучу и думает, что если, предположим, у меня с кем-то брак и семья, то у нас там и любовь будет десятилетиями. Увы, это не есть правда. Чтобы это было правдой, да, мы чувства по отношению к партнеру должны сохранять, мы должны прикладывать усилия, да, но кто-то из необразованности это не делает, а кто-то не считает, что для него это ценно и важно, именно такая связь долгосрочная, потому что кому-то нравится драйв, да, кому-то нравятся новые впечатления. И смотри, что происходит, Анна, в любой паре, в любых долгосрочных отношениях люди могут испытывать сексуальное влечение не только к своему партнеру, в любой паре. То есть на каком-то коротком сроке, когда там страсть кипит, никого не видишь, кроме своего партнера. Потом, у кого-то это полгода, у кого-то это год, у кого-то три, да, через этот срок мы спокойно можем испытывать сексуальное влечение к другим людям противоположного пола. И кто-то из нас запрещает это себе, а кто-то нет. Вот и ответ на вопрос, почему так часто бывают измены. Эмилия Васильевна, например, если в паре отношения хорошие, хорошая эмоциональная близость, могут все обсудить, ну и про секс тоже не будем говорить, что и секс тоже прекрасный, то в этой паре тоже может возникнуть измена. Очень многие психологи говорят, что если близость есть, эмоциональная близость, то тогда измены бывают намного реже. Что вы думаете? Ну, Аня, мы же с тобой тогда должны разобраться, что такое эмоциональная близость. Так вот, эмоциональная близость, это когда для нас важны чувства партнера, когда мы чувствуем его боль. Если мы чувствуем боль другого человека, разве мы будем доставлять ему эту боль? Нет. Нет, не будем. Но какое количество пар может похвастаться тем, что боль партнера они чувствуют как свою? Мы же часто обозначаем, что вот у нас есть эмоциональная близость. Что мы называем эмоциональной близостью? Тем, что мы откровенно что-то обсуждаем друг с другом, это мы называем эмоциональной близостью. То есть разница в том, что эмоциональная близость – это когда ты боль другого человека чувствуешь как свою. Очень часто эмоциональная близость бывает у матери и у ее ребенка. И то не всегда. И то матери умудряются очень больно делать своим детям, потому что какие-то свои цели преследуют. Понимаешь? То есть не чувствуют эту боль. Так что какой процент людей способен вообще чувствовать боль другого человека как свою – это большой вопрос. Я когда-то была лет 30 тому назад на одной очень хорошей лекции американского профессора. И он тогда говорил, что некоторые люди говорят, он по-английски читал свою лекцию, I can feel your pain, типа того, что я могу чувствовать твою боль. И он как биолог, доктор биологических наук и доктор нескольких других наук, он сказал, что ольт другого человека невозможно чувствовать. То есть, смотри, мы можем предполагать, что мы чувствуем эту боль. Второй момент. Мы, может быть, сами когда-то переживали эту боль, и поэтому у нас появляется опыт, и мы как бы более бережно ощущаем. Потом, смотри, есть еще какая ситуация. Например, каждый из нас может что-то сделать как-то, не попад. Я сейчас уже даже не о сексуальных изменах говорю, а что-то вот мы где-то сказали. И здесь вот встает вопрос, насколько мы потом наблюдательны. Вот мы смотрим по отношению к своему партнеру. Ну, знаешь, вот иногда даже за столом сидит пара, да, мужчина что-то сказал, и женщина бряк рядом, да, а со стороны даже кто-то может увидеть, что по лицу мужчины тень пробежала. Или наоборот, да, женщина что-то сказала, мужчина бряк, и по лицу его женщины пробежала тень. Так вот, наблюдательны ли мы вот к этой тени, да, которая может пробежать по лицу другого человека, спросим ли мы по поводу, ты знаешь, я вот заметил, да, произошло. Я что-то неверно, не точно сказал. Смотри, нас в этом общении больше интересует чувство другого человека, чем наша собственная правота. Чаще как бывает, а что ты так отреагировала? Что я такого особенного сказал? То есть начинается разговор такой, даже если, например, человек и заметил, да, что-то там тень какая-то, недовольство пробежало, или партнер даже может дать обратную связь, то другой партнер как реагирует? А что ты на это реагируешь? И начинает защищать свое поведение. То есть фокус внимания не на чувствах другого человека. А на собственной правоте. И вот я тебе сейчас эти ситуации рассказываю, и я предполагаю, что мы с тобой можем большинство примеров вспомнить. Когда люди защищают свою правоту, они бережно относятся к чувствам другого человека. Отсюда и вытекают наши всякие медвежьи поступки. Друг по отношению друг к другу, да. И вот эти сексуальные измены, ну, это максимально медвежий поступок. Потому что ничего, ну, а что здесь такого, господи? Да, и в особенности, если такое происходит ежедневно, то тогда уже эта эмоциональная близость, она исчезает из отношений. И тогда... Аня, люди не замечают, что эмоциональная близость исчезает из отношений. У нас народ как называет эмоциональной близостью? Он пришел после работы, я его обняла, поцеловала, он меня обнял, поцеловал. Мы сели, мы обсудили там своих друзей или его... Что у него на работе происходит, и все так мило, все так хорошо, тра-ля-ля. И они называют это эмоциональной близостью. То есть, что они тепло, в общем-то, друг к другу относятся, киноэстетически друг друга принимают, и могут поговорить откровенно на разные темы. Я еще раз обращаю внимание, эмоциональная близость – это бережное отношение к чувствам другого человека. И каждый из нас может сказать, мой партнер бережно к моим чувствам относится, мой партнер интересуется моими чувствами. Вот, предположим, я прихожу после работы, и что-то ему рассказываю, а он мне, например, вникает в мои чувства, или он мне говорит, ой, да не бери в голову. Господи, ну что ты из мухи слона делаешь? Ой, ну это такая фигня. Ну что ты вот это вот, ну что ты начала? Ну что вот этот вот вечер мой сейчас портим? Чаще всего же так бывает. И люди, например, могут сказать, у нас есть эмоциональная близость, потому что мы откровенно друг другу что-то рассказываем. И мы открыто, искренне ссоримся. Вот она попыталась что-то рассказать, и он ей сказал, зачем ты мне эту фигню рассказываешь, что ты из мухи слона делаешь. Она заплакала. Ну, и он там, ну ладно, там. Ой, ладно, 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 да. Ну что ты опять, да, типа начинаешь. Вот что-то такое, тыр-тыр-тыр. Потыркали немного друг друга. Слава богу, не подрались. У нас есть эмоциональная близость. Мы открыты. Он открыто мне говорит, что ему не нравится. Я открыто говорю, что мне не нравится. Это не эмоциональная близость. Вот в чем сложность. Аня. Так что я согласна, что где есть эмоциональная близость, партнеры бережно, да, относятся друг к другу. И, соответственно, каждый, он относится к другому так же, как он бы хотел, чтобы относились к нему. Мы все хотим исключительности в отношениях. Мы все хотим эксклюзивности. Мы все хотим, чтобы нам не изменяли. Ну, и, соответственно, если мы так хотим, если мы бережно относимся к чувствам другого человека, то мы и не будем изменять. Но процент людей, которые бережно относятся к чувствам друг друга, очень-очень невысокий. И мы же сейчас с тобой обсуждаем не просто для того, чтобы там, знаешь, обляпать всех, да, а для того, чтобы народ услышал, да, мы вот слова эти, жонглируют словами, эмоциональная близость, эмоциональная близость. Я сейчас обозначу, что такое эмоциональная близость. И если девочки слушают, то пусть они проанализируют, есть ли у нее с партнером такая эмоциональная близость, бережно ли он к ее чувствам относится, прислушивается, интересно ли ему, помогает ли партнер справиться с чувствами. А ты помогаешь? Или ты тоже тыркаешь там своего партнера, что он где-то не так неправильно почувствовал. Он должен был по-другому почувствовать. Если есть дети, обратите внимание, как вы реагируете на чувства детей. Вы им говорите, это ерунда? Это твоего внимания не стоит? Было бы за чего расстраиваться? Было бы за чего с девятого этажа прыгать? А потом хлоп, да? Вот я к чему, да? То есть, слушая нас, можно проанализировать, есть ли у меня эмоциональная близость или не очень. И постараться ее включить, да? Эмилия Васильевна, как вы уже обозначили, что в тех отношениях, и то, что я тоже слышала, и про что я читала, что в тех отношениях, в которых есть эмоциональная близость, реже изменяют. А как создавать эту эмоциональную близость? Например, те девушки, те женщины, которые нас слушают, они понимают, что в моих отношениях не хватает эмоциональной близости или нет. Может быть, я не даю партнеру этого. Но, наверное, чаще будут девушки понимать, что партнер им не дает этого, потому что мы более критичны по отношению к другому человеку. Что же тогда делать? Как эту эмоциональную близость создавать, чтобы на самом деле, если же мы создаем эту близость, тогда мы сводим к минимуму риск измен. Как стать такой женщиной, которую не будут изменять? Или, которую будут изменять... Ну, смотри, Ань, насколько я поняла твой вопрос, как стать такой женщиной, с которой мужчина будет эмоционально близок. То разговор какой? А это не от женщины зависит способность мужчины быть эмоционально близким. Это от мужчины зависит. То есть, дорогие девушки, не фантазируем, если вы кого-то получаете, вот мужчине уже 25, 30, 35, 40, 45, можно ли его сделать человеком, которого будут интересовать чувства другого, настолько, что он очень бережно будет к этим чувствам относиться? Нельзя. Нельзя. При каких обстоятельствах? Когда он совершенно независим. Вот в плане, вот смотрите, как только отношения начинаются, и мужчина очень заинтересован в этих отношениях, он зависим. То есть, у него сейчас есть эта гормональная зависимость, и он будет делать все, что угодно, для того, чтобы получить ваше одобрение. Что такое эмоциональная близость? Я рассказала. Насколько, например, этот ваш партнер готов с вами разговаривать о чувствах других людей. Вот вы с ним начинаете разговаривать, вот что-то, например, рядом с вами, что-то происходит, люди как-то общаются. И вы, предположим, партнеру задаете вопрос, а какие чувства были у этих двух людей? Что чувствовал этот человек? Что чувствовал этот? И вы, предположим, смотрите ему по барабану. Он понятия не имеет, кто и что там чувствовал. У него глухота. Вот, чтобы музыкальный слух развить, во-первых, ты должен быть генетически предрасположен к этому. У тебя должны быть определенные задатки, строение уха определенное. И более того, еще потом серьезно это натренировывать. Вы получаете уже человека, у которого максимальная глухота. То есть в медовый ваш период человек максимально открыт, вы можете с ним разговаривать, и он вам рассказывает. А вы слушайте. И тут уже Анна, мы подходим уже к такому моменту, насколько девушка может сама собой управлять. То есть вот она испытала сексуальное влечение к мужчине, плюс ей, например, что-то нравится, какие-то его социальные достижения, ему нравится, как он за ней ухаживает. И вот, предположим, как я сейчас рассказываю, посмотрите, насколько он понимает чувства других людей, насколько его интересуют чувства других людей. И девушка, например, видит, не понимая чувства других людей, не интересуют его чувства других людей. И что? Она сразу с ним расстанется? Я думаю, что многие не расстанутся. Многие решат. У нас же любовь. У нас же любовь. А что это такое? Это сексуальное влечение, которое от природы дано. Сейчас вот, то есть это такая специальная программа, которая толкает людей в объятия друг друга с одной целью, чтобы они как можно быстрее уединились и начали заниматься сексом. Ну и раньше не было контрацептивов, а после этого секса появляются дети. То есть это сильнейшая, мощнейшая природная программа, которая ведет к тому, чтобы были дети. А парень с девушкой говорит, у нас любовь. Нет у вас еще любви? Любить способны те люди, которые интересуются чувствами других людей. И любить способны те люди, которые умеют управлять своими эмоциями. Если я смотрю на мужчину и понимаю, что эмоциональная близость с ним невозможна, с ним возможна страсть, сексуальное желание, все тут искры в разные стороны, но эмоциональной близости с ним не будет. Сейчас у тебя нет с ним эмоциональной близости. Страсть, одно желание вас тянет друг к другу и тянет в кусты, в постель. Все. И вот если ты умеешь управлять чувствами, ты приостанавливаешься. Ты останавливаешь себя. Ты свое сексуальное желание останавливаешь. Включаешь рацию. Так вот, Аня, это как и на первоначальном этапе, когда партнера ищем, и мы можем чувствами управлять. И когда мы начинаем общаться ближе, ближе, неделя, вторая, месяц, и мы что-то заметили, что не соответствует нашим ценностям, мы раз и остановились, и для себя приняли решение. Мне этот партнер не подходит. Так вот, есть гарантия, что когда дальше проживете 5-10 лет, и вдруг какие-то чувства вспыхнут кому-то, которые от нас не зависят, друзья. Я же говорю, мы это сексуальное влечение можем испытывать миллион раз в день. Особенно, если бы у нас было максимальное общение с противоположным полом, как это у партнеров происходит. Да еще такое, не у партнеров, а у киноактеров. Да еще такое близко, с обнимашками, со всем остальным. Ну, мы и видим, что там происходит. Есть у актеров крепкие пары. Да, есть по пальцам пересчитать. И про этих мужчин, про этих актеров, и говорят, он не включается, он эмоционально холодный. Я, например, хорошо знаю, как Татьяна Доронина плевалась относительно одного своего партнера, что никак она его не могла раскрутить. Почему? Потому что он ставит себе запрет. Он умеет управлять своими эмоциями. То есть вот он принял решение, что я не буду скакать от партнера к партнеру. И какое-то там у меня там бабочки в животе, или какое-то сексуальное вожделение, да плевать, я на это хотела. Я этому вожделению вот так вот голову скрутил, да, и пошел дальше. Так что вот, Аня. Вот такие перспективы. Да, так что, девочки, очень-очень внимательно смотрите за тем мужчиной, с которым вы вступаете в отношения. Насколько он умеет своими чувствами. И умеетесь своими чувствами. И если вы видите, что эмоциональную близость не удается создать, то тогда вам нужно включать голову. Включать голову. Да, очень много вопросов. Спасибо. Спасибо.